Мошенники на них не остановились и уже придумали новые. Например, настаивают на установке приложения. После его скачивания аферисты получают удаленный доступ к вашему компьютеру или телефону. В социальных сетях, да, бывает, что это какой-нибудь подложный предлог – купить какой-нибудь товар. На самом деле товар никакой тебе по итогу не поступает. У меня не было. Мне 80 лет. Я никогда никого не слушаю. Аферисты стараются узнать как можно больше о своей потенциальной жертве, место проживания и работы, какие сбережения имеются, паспортные данные. Все это говорить, разумеется, нельзя. Еще один признак того, что вас обманывают – рассылка официальных документов на мессенджеры. Надо хорошо ознакомиться со всеми пунктами и быть уже готовым, наверное, понимая, что никто, никакой банк, никакой полицейский, никому звонить на личный телефон не будет и говорить о разных неприятностях. То родственники в беде, то еще сообщения от друзей – помогите. Также с осторожностью надо относиться и к QR-кодам. Аферисты научились создавать собственные и подменять ими настоящие. Это позволяет им направить перевод в свой карман. А поскольку попасть в ловушку злоумышленников могут даже самые бдительные, полицейские не устают напоминать горожанам о правилах безопасности. В Одинцовском округе проходит сейчас профилактическая акция «Осторожные мошенники» совместно с волонтерами молодежного центра, с общественным советом при УМВД. Сама для себя я установила, например, на телефон специальную дополнительную функцию, называется антиспам. То есть мне, например, не звонят незнакомые номера, и я обезопасила таким образом себя от подобных случаев. И родителям своим рассказываю. Если всё же вы попали в ловушку, не стоит терять время зря. Необходимо сразу же обратиться в полицию.